Мир вам, братья! С миром. Мир вам, братья! Во имя Отца и Сына и Святого Буха. Аминь. Царю Небесный, Утешителю Душе Истины, Иже везде сыт, и вся исполняяй сокровища благих, И жизнеподателю приди и вселися вны, И очистины от всяких скверны, И спаси блажет души наша. Да, Господи, Владыка живота нашего, Посети наши занятия сегодняшние, И не дай нам уклониться ни направо, ни налево, И ни в какую-либо ересь, Но в истине познать Слово Твое Святое. Возуми нас и прибудь сегодня с нами. Я говорю, ты благословен, И отвечаешь на молитвы чад церкви Твоей. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, мы остановились на 8 главу Иоанна. Никак закончить не можем. 8 глава с 53 по 55 стих. Иудеи спрашивают Иисуса, Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли. Чем ты себя делаешь? Иисус отвечал, Если я сам себя славлю, То слова мои ничто. Меня прославляет Отец Мой, О Котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, А Я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, То буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю слова Его. Толкование. Безумцы. Не понимая, о какой смерти говорил Господь, Что она не коснется верующих в Него, Говорят Ему нечто безрассудное и безумное. Смотри, как они отвечают. Неужели ты больше отца нашего Авраама? Им следовало бы сказать, Неужели ты больше Бога? Слушавшие слова Божии умерли, А слушавшие Твое не умрут. Ты не достойный ни одного слова, Сын плотника, галиянин. Чем ты себя делаешь? Не дела, не истина, не писание. Но ты сам чем себя делаешь? Ибо ты сам присвояешь себе славу. А ныне вы сыны Его, Сына Его не почитаете. Очевидно, вы не признаете Его Отцом Моим, Но вы не признаете Его и просто Богом. Иначе вы боялись бы слов Его, Как Бога. Ныне же вы решительно пренебрегаете им. Он постановил законом, Не убей. Вы ищете убить меня, И при том тогда, Как не можете обличить меня во грехе. Оттели ясно, Что вы совершенно не знаете Его. А вы, преступник Его заповедей, Находитесь в плену, Предаваясь злым похотям, Жаждете убийства, И многое другое, Воспрещенное законом, Совершаетесь со страстью, И тем ясно обнаруживаете, Что не знаете Его. Ибо если бы вы знали Его, Вы соблюдали бы слово Его, То есть заповеди. Здесь эта беседа Иисуса с иудеями, Показана вся злость к нему иудеев, Что как они никаким образом, То есть их ничто это не вразумляет, Никакие слова Иисуса, Никакие дела, Ни Писания, То есть лукавум, Так устроен, Как вот здесь и говорится, Что они в похотях своих, И жаждут его убить, То они, То есть не найдя ничего достойного смерти, То есть не могут ни в чем винить конкретно, Но желают убить, То есть это показывает их Особое безумие В отношении Него, И Господь их в этом обличает. Здесь, мне кажется, Останавливаться не надо, Может дальше идти. С 56-59 стих Авраам, Отец ваш, Рад был увидеть день мой, И увидел и возрадовался. На это сказали ему иудеи. Тебе нет еще и 50 лет, И ты видел Авраама? И Иисус сказал им, Истинно, Истинно говорю вам, Прежде нежели был Авраам, Я есть. Тогда взяли каменье, Чтобы бросить на него, Но Иисус скрылся и вышел из храма, И прошед посреди них, Пошел далее. Толкование. Днем называет крест, Ибо его образовал Авраам В принесении Исаака И заклания Овна. То есть вот это место. Авраам, Отец ваш, Рад был увидеть день мой, То есть, Значит, крест мой, То есть вот крестную жертву его. Как тот нес дрова, Так Господь нес крест, И как Исаак был оставлен, А заколд Овен, Так он, как Бог, Пребыл вне страдания, А пострадал человечеством и плотью. Провидя сей день креста, Как день всемирного спасения, Авраам возрадовался. Показывает и то, Что он добровольно идет на страдания, Так как хвалит того, Кто радовался о кресте, Ибо через него спасение вселенной. Иудея не в силах, Будучи возвыситься до смысла слов его, Вместо того, Чтобы спросить и узнать, О каком он говорит дне, Который видел Авраам, Еще более осмеивает его, Будто бы он говорит что-то безрассудное. Тебе, говорят, нет еще и 50 лет, И ты видел Авраама, Сказали так, Думая, что Господу, Близ 50 лет, Тогда как ему было около 33 лет. Отчего не сказали они, Тебе еще нет 40 лет, Но 50. Об этом излишне бы и спрашивать. Может быть они упомянули О 50 годах без определенной мысли. Однако же некоторые говорят, Что они так сказали, Потому что у них особенно чтился 50-й год, То есть юбилейный год, В котором рабов отпускали на свободу. Покупщики уступали свои подобретения, И делали все иное, Что относится к чести. Что же Господь говорит? Прежде нежели был Авраам, Я есмь. Смотри, не сказал прежде нежели Был Авраам, Я был, Но я есмь. Ибо это изречение есмь Свойственное Богу, Потому что означает бытие Непрерывное и Всегдашнее. Так и Отец его В Ветхом Завете Выразился о себе. Я есмь сущий. Исход 3.14 Об Аврааме, Как тленном, Приличность сказал, Был. Ибо, Что получило бытие, То и разрушается, А слово есмь указывает На свободу от всякого тления И на божественную вечность. Посему, И они это изречение, Как приличное одному только Богу, Приняли за холубь И взяли каменья на него. Но он опять со смирением скрывается, Чтобы не умереть Прежде определенного Для его смерти времени. Как же скрывается? Он не спрятался в угол храма, Не убег в домик, Не прислонился к стене Или за столб, Но божественную властью Сам себя сделал невидимым Для наветников, Хотя вышел и посреди них. И пошел далее. То есть пошел так, Просто до некоторого времени. А они бросают каменья в него. Посему-то и он оставляет их, Как уже не способных к исправлению. Заметь, что каменья бросают те, О которых евангелист сказал, Что они уверовали в него. Значит, вера их была Не вера, Но какое-то привременное Холодное расположение К речам Христовым. По этому месту Писания Есть что кому-то добавить? Или может вопросы какие-то есть? У меня вопрос, Слав, По предыдущему Толкованию. Если бы вы знали Его, Вы соблюдали бы Слово Его, То есть заповеди. Как понимать? Вы не знали Его. Как они его не знали? Их же с детства воспитывали, Обрезали всех. Какой смысл этого слова Не знали? То есть не хотели знать, Не хотели слушать. Такой смысл Этого слова не знали. Мне кажется, Вот он им В других местах Писания Говорит, Что вы, говорит, Не исполняете закон. Вы, говорит, Оставили важнейшее в законе Милость, суд и веру. То есть это были Правила конкретные По поводу этих вещей. То есть они Внешне там Что-то соблюдали, А основные Правила закона Не соблюдали. То есть А закон был для того, Чтобы как раз таки И подготовить их Человека К принятию Христа. То есть познать Бога Через это. Они так как не соблюдали, Они соответственно И не могли Принять вот его слов. Так как были Сами нарушители Эти. И это Вот мы до этого Когда изучали Тоже смотрели Там их Вот это В Евангелии от Иоанна Христос Часто это упрекает В их Что вы, говорит, Вы, говорит, Ничего не исполняете. То есть вы Нарушаете Все, говорит, Нарушители закона. И вот мне кажется Из-за этого По этой причине Они не знают отца. То есть они Потому что они Просто попирают Его закон, Который он дал Через Моисея. Еще такой есть момент И сами апостолы И Иуда И все остальные Видимо Они Мессию Все-таки Другого ждали Земного То есть им не нужен Был вот этот Царь Небесный Который грехи Прощает И так далее Им нужен был Именно Плотской царь Который Даст им свободу От римлян Даст им Рабов В виде Гоев И так далее Я думаю Что вот это Еще тоже То есть учение Извращено Было уже То есть не знали В смысле Что они Были двоечники И глубинный Смысл Ветхого завета Так и не поняли Поэтому он говорит Потом в другом месте Он говорит Если бы вы знали Меня Знали бы И отца Что-то вот такое Еще Нанесено Предания Человеческие Уже тогда Были Вот эти Предания Человеческие Предания Старцев Которые Заменили И вот О чем сейчас Вячеслав сказал Самые базовые Заповеди Предания Старцев Можно не почитать Родителей Помнишь Вот это Карван Не карван Что там И так далее То есть Человеческая Тема уже Пошла Вот это Которую Господь Ненавидит Потом еще Господь Помните Говорит Я никогда Не знал Вас Как не знал Волосы На голове Сочтение То есть Смысл Слова Знал Мы там Привыкли Слово Знать Ассоциация Словом Знание Учение Но никак Не соблюдение Заповедей А здесь Толкователь Говорит То есть Если бы Вы знали Его Вы соблюдали Слово Его То есть Заповеди Но Заповеди То Они же Слышали То есть Просто Не соблюдали Ну вот Заповеди Они ведь Для того То есть И были Даны Чтобы Соблюдать И Человек Видать От этого Ну вот Как Он Соблюдал И Он Начинал Вот это Понимать Собственно До него Начинал То есть Он Остановился Готовым Принять Мессию То есть Готовым Принять Сына Божьего Именно Как Бога А если Именно Вот это Лицемерие Которое Он их Обличал Говорит Что Вы Лицемеры Делаете То есть Они Не готовы К этому Принять Просто Они Не могут Потому Что Это Просто Напросто Идет Вопреки Того Они Уже Властвуют Своими Заповедями Человеческими Над Людьми А тут Пришел Тот Как Сын Виноградника Который Говорит Это Мое И Они Не Могут Это Принять Да Видишь Они К себе На себя Дело Тянут Себе Славу Ищут Соответственно Они И возревновали Они Уже Привыкли Именно Себе Славу Искать Зависть И тут Пришел И тут Пришел Мессия Как бы Вот Такой Весь Из Себя Такой Духовный Грехи Прощает Все Остальное Прочее И они Просто Ну Они Не Смогли Это Вместить Как Это Он Сейчас Отнимет Всю Славу Весь Народ Пошел За Ним Смотрите Давайте Убьем Лазаря Зависть И Ненависть Пошла Уже Потому Что Он Именно Славы Их Несла Вот Эту Тщетную Он Ну Как Б Похищает С Их Точки Зрения Видишь Они Разберут Когда Он Говорит Божественные Вещи Допустим То Что Прежде Авраама Я Есим То По сути Он Говорит Я Бог То Я Был Еще До Авраама Они Сразу Взяли Камень То То Это Говорит О То Что Они Как Бы Уже Изначально У них Установка Есть Не Вообще Даже Близко Не Принять То Что Сын Божий То Есть Вообще Не Вмещается В них Это Никаким Никаким Образом То Есть Это Как Для Неконкретно Основание Для Обвинения Ну Как Вот Если Сегодня Если Так Перенять Допустим Да Игнатий Тихоныч Говорит Ну Вот Я Избранный И Буквально За Но Как Чего Человек Избранным Не Может Быть Что От Бога Но Нет Потому Что Они Не Готовы Они Не Могут Это Просто Вместить Никак Потому Что Сами Далеко От Этого От Стоят Максимально Далеко В Смысл Моего Вопрос Наши Православные Не знают Бога Потому Что Не Учит Но Там Синагоги Были У Евреев Они Все Учились Как Они Не Знали То То Есть Просто Значит Были Ложные Толкования Вот Эти Предания Как Виталий Заметил Перетолкования Конечно Они Смотри Как Наполнены Ложью Сейчас Это Кульминации Достигло Я Утравина Послушал Просто Вот Придет Мессия Смотри Какие Заблуждения Прям Прям Детский Детский Лепет Там Ребенок Даже Поймешь Что-то Они Совсем То есть Придет Когда Машах Будет У каждого Еврея 2800 Рабов Потом Во времена Машаха Вопрос Такой Задали Студии 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 Раввину А Сколько Будет Всего Евреев Во времена Машаха 360 Миллиардов Евреев Будет Понимаешь Такие И Прибавь Еще У каждого Еврея Рабы 2800 Ну то есть Я не знаю Откуда Это все Такое Детское Какой-то Лепет Реально И они В это Верят Не верят Не знаю Да То есть В смысле Не знают До меня Теперь Дошло Что Не знают Истинного Бога Знают Какого-то Извращенного Бога Бога Земного Представляют Место Небесного Который Предоставляет Им земные Благи Как и Сегодня Всего На сегодняшний День Православная Церковь Все ходят Именно Зачем Церковь За здоровьем За этим Временным Тленным Благополучием За богатством За семейным Счастьем Что там Просят У Бога Временного Всего Такого Земного А Истинного Бога Хорошо Подметил Вообще Мощно Подметил Именно Так От духовного Не просят То есть Господи Избавь меня От чревоугодия Избавь меня От лени Избавь меня От злословия Избавь То есть Никаких Просят Таких И нет Духовных Людей Бог Как золотая Рыбка И в те времена Видимо Точно так же И Христос Их обличает Вы Гробы Окрашенные С виду Наружные Там Все Платочки Поясочки На сегодняшний день А внутри Полны Убийства Понимаете Коварства Злоречия Зависти Злобы А Господь Именно И на это Упор Знает Чтобы Познать Истинна Бога Истинный Бог Есть Любовь Любите Друг Друга А любовь Заключается Соблюдение Заповеди Не убей То есть Любовь Я никого Никогда Не убью Потому что Я люблю Человека Какой бы он Ни был Гад Я жду Его Покаяния И молюсь За него Все Как христиане Давай Дальше Разобрался Я еще Хотел Добавить Что Знание Это у них Это было В писаниях Это все Было И учили Это Господь Говорит Что Они Говорят Делайте Но По делам Их Не поступайте То есть Знания Были Но Исполнение Вот этих Знаний То есть Оно Было Сухое Схоластика Видимо Такая Сухая Очень И Это Не Исполнялось А ведь И без Исполнения Это все Лицемерие Называется То есть Это Как раз Такие Страшное Извращение То есть Там Сгорание Совести Происходит И То Что Сейчас То же Самое Правильно Земной Бог То есть Представляется Бог Иисус Христос Как То У тебя Будет Благополучная Обязательно Семья То есть Там Как А благополучная Семья Это значит Конкретно Достаток В семье То есть Вот в этом Отражается Достаток Что Обязательно Будет Никаких проблем Ничего Не будет Вообще Никаких Все будет Ты спокойно Как хороший Семьянин Ходишь на работу Живешь И так умрешь Просто Спокойно Вот в этом Это отражается Но тут Господь И болезни посылает И всякие события И прочее И прочее Чтобы хоть чуть-чуть Разуметь Чтобы человек Смирился То есть Смиряться То надо С чем Почему Вот именно Слово Смирение Подходит Но поскольку Ты смиряешься Именно С той ситуацией В какую Ты попадаешь То есть Ты как бы Считай Вот как Игнатий Бринчнинов Говорит Мне нравится Вот его Что все Что с тобой Не происходит Надо говорить Достойно По делам Своим Приемлем То есть Как Разбойник На кресте Достойно По делам Своим Приемлем На поменение Господи В царстве Своем То есть Ты смиряешься Под божьим Промыслом Который тебя Бьет Ты там Что-то Не понимаешь А не так Что ты То есть Ты считаешь Вот именно Что бог тебе Дал Вот это Правильно Понимать Что вот это Именно то Что тебе И нужно И вот эти Страдания Которые Ты можешь Понести Это вот Духовные Уже знания А если Постоянно Искать То есть Ну Тут Что-то у тебя Не устраивает Допустим Детей нет Там К матронушке Ездишь И рвешься Рвешься Тут Какой-то Иконы Акафисты И пошел То есть Требуешь От бога Чтоб тебе Он земное Что-то дал Вместо того Чтоб смириться И благодарить Бога Вот она Вот в этом И разница Православие Сейчас Люди Пошли Вот в эту Степь Сектанты Пошли Вообще Там Совершенно В другую Степь Все Что хочешь Можно В принципе Ничего Никаких Да Уже Нету Такого Что бог Что-то Тебя Требует По сути Другой Бог Абсолютно Другой Бог Божественные Знали Только От пророков И дух Разумения Не всем Дано Даже Гомолил Не знал До конца Божественности Духовных Знаний Понимания Писания Ну да И апостолы До конца Не знали Погай Господь Им Не разъяснил Все правильно Но Они Приняли Его Были Готовы К этому Глава Девятая Первый По второй Стих И проходя Увидел Человека Слепого От рождения Ученики Его Спросили У него Рави Кто Согрешил Он Или Родители Его Что Родился Слепым Толкователь Господь Уходит Из Храма Чтобы Укротить Сколько Нибудь Гнев Иудеев Ибо Как Он Мог Согрешить Прежде Рождения Своего Тут Это Как Не Связано Господь Уходит Из Храма Чтобы Укротить Сколько Нибудь Гнев Иудеев Ибо Как Он Мог Совершить Прежде Рождение Своего Это Раздельно Просто Должно Ибо Так Апостолы Вероятно Не разделяли Языческого Суеверия О том Будто Душа Прежде Соединения С телом Живет В ином Мире За грех И как Быв Наказание Не сходит В тело Будучи Рыболовами Они Ничего Такого Не могли Слышать Ибо Подобные Мысли Принадлежат Мудрецам Вот Это Хорош Действительно Вся Закрученность Всякая Которая бывает Люди Страдают Ей Это А вот Рыболовы Не знали Это Потому Что Мысли Всякие Такие Как Реинкарнация И прочее Это Все Для Мудрецов Мудрствование Всякие Это Все С Божественными Знами Никак Не сходится Потому Что Божественное Знание Оно Истинное Оно Просто То есть Оно Конкретное Язычники Они Были В этих Надо Как Объяснить Божественных Знаний То есть Если Ты Не имеешь Несвященного Писания Ты Должен Как Объяснить Почему Произошел Мир Почему Есть Страдания Ну И Всякие Философствования От этого Рождаются И И И Апостол Слышали Как Христос Сказал Расслабленному Вот Ты Выздоровел Не Греши Ж Чтобы Не Случилось С тобой Чего Хуже Теперь Видит Слепого Недумевает А Как Бы Так Говорят Положим Что Тут Ослаблен Был За Грехи Но Что Ты Скажешь Об Этом Ну Вот Который Слепой От Рождения Он Ли Согрешил Но Этого Нельзя Сказать Потому Что Он Слеп От Рождения Или Родители Его Нельзя И Это Сказать Потому Что Сыны Сына За Отца Не Наказывают Итак Апостол В настоящем Случа Не Столько Спрашивает Сколько Недоумевает Слагать Грехи Отцов На Детей Ни В чем Не Виноватых Несправедливо Это Внушает Бог И Из И Да Не Будет У Ели кислый виноград А у Детей На Зубах Оском И Из И 18 1 2 А Через Моисея Постановил Законом Да Не Умрет Отец За Сына Второй Закон 2 4 16 Исход 3 4 7 И Это Приговор Не Всеобщий Сказанный Не Обо Всех А Только Тех Которые Вышли Из Египта Да Не Умрет Отец За Сына Не Грехи Совершенные Отцами Но Что Наказание За Грех Отцов Переходит И На Детей Когда Дети Совершали Такие же Грехи Чтобы Вышедшие Из Египта Не Подумали Что Они Не Будут Наказаны Тем же Чем Отцы Хотя Вы Согрешили Хуже Говорит Нет Не Так Грехи Отцов То есть Наказание Перейдут На Вас Потому Что Вы Что Нередки Дети Умирают Наказание Родителям То Знаем Что Бог Берет Из Здешней Жизни По Человеколюбию Чтобы В жизни Не Делалось Хуже Родителей И Не Прожили На Зло Своей Душей Или Даже Многих Других Но Безна Судия Боже Сокрыла Эти Случа Самой Себе Так Надо Прочитать Вот Это Второзаконие 24 16 Что Там По Поводу Этого Всего Говорится Отцы Не Должны Быть Наказываем Смертью За Детей И Дети Не Должны Быть Наказываем Смертью За Отцов Каждый Должен Наказываем Смертью За Своё Преступление Ну Да Вот Здесь Мы Видим Как Господь Вводил В понимании Справедливости Божией Людей Вот Этими Законами Так Исход 347 Сохраняющий Милость В тысячу Родов Прощающий Вину И Преступление И Грех Но Не Наставляющий Без Наказания Наказывающий Вину Отцов В детях И В детях Детей До Третьего Четвертого Рода Ну И Вот Мы Здесь Видите Понимаем О чём Это Речь То есть Он Наказывает Детей Если Они Остаются В грехах Отцов Получается И Наказывает Тогда Если Остаются В грехах Отцов И Ещё Мы Помни Как-то Разбирали Что Дети Ещё Могут Страдать Из-за Грехов Родителей Ну Это Мы Как Страдать Ну Даже Вот Такой Тупой Случай Допустим Отец Пьёт И Сына Бьёт Вот Сын Страдает Из-за Грехов Из-за Греха Отцов К примеру Простой Случай Вот По этому Вопросу Мне Не обязательно Бить Просто Вот Он Видит Что Отец Пьёт А он И У него Там В душе Скорбь Такая Из-за Этого Вот Уже Страдание Ну Да 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 Я Сам Просто Да Просто Даже Он Пьёт И Просто Любой Грех Он Сразу Отражается На Другом Но Факт То Что Это Ещё Отражается В том Что Ребёнок Сам От Этого Пить Начинает После Для Него Открывается Путь В Это Дело И Вот Если Он Это Будет Повторять То Будет Также Наказываться Текст Пропал Сейчас Да У меня Нет Или У меня Одного Нет У всех Так Тут Два Текста Какой Это Программка Для Добили Текст Ну вот Сейчас Тоже Встретишься С Атеистами Какими Неверующими Или Верующим В Душе Они Говорят Ну почему Бог Вот так Как правило Со всеми Неверующие В Душе Они Говорят Ну я Верю В Бога В Душе Но Потом Сразу Дают Вопрос А Почему Дети Умирают Где Божья Справедливость Если Насильники Насилуют Детей Кто Может Как Ответить На Это Вопрос Мне Интересно Почему Бог Это Допускает Меня Слышно С Интернетом Проблем Да Картинка У меня Тоже Замерла Почему Почему Так Бог Допускает Что Дети Страдания Для Детей Что Их Не Просто Страдания Они Не Просто Умирают А Их Убивает Кто Насилуют Насилуют И Они Потом Становятся Еще Хуже К Примеру Как Это Можно Объяснить Мы Находим Что В Библии Попал Да Ну Они Часто Этот Вопрос Задают Что То Я В Ступор Впал